Здравствуйте дорогие друзья! В Москве прошел парад трамваев. Он был приурочен к годовщине запуска в столице электрического трамвая, состоявшегося 9 апреля 1899 года. От трамвайного депо имени Апакова, что на Шабловке, выстроились в ряд доблеско начищенные вагоны разных лет. Прошли они строгой вереницей до чистых прудов. Вагоны времен Российской империи, ретро-вагоны Москвы, советской и постсоветской России, а также современные трамваи устремились в центр столицы. Если вы не видели это своими глазами, то я предложу вам ознакомиться с этой внушительной колонной, которая выдвинулась по одному из самых красивых трамвайных маршрутов Москвы. Итак, давайте посмотрим на участников этого парада. И у нас с вами моторный трамвайный вагон типа фонарный. Годы выпуска 1907-1914 год, годы эксплуатации в Москве 1908-1960 год, конструкция кузова деревянный, вместимость 19 мест для сидения, ну а скорость 40 км в час. Вагоны типа F были самыми распространенными типами трамвайных вагонов в доверилиционной Москве. И вагон построен Мытищинским заводом в 1908 году. Эксплуатировался как пассажирский трамвай до 40-х годов, а затем был перестроен в грузовой вагон. Восстановлен в первоначальном виде в конце 80-х годов. Сразу же за ним следует прицепной трамвайный вагон типа Нюрнбергский, годы выпуска 1908-1914 год. Ну а сразу после него идет моторный трамвайный вагон типа бесфонарный, годы выпуска 1925-1929 год, годы эксплуатации в Москве 1925-1970 год, конструкция кузова деревянный, вместительность 19 мест для сидения, скорость 40 км в час. Первый тип трамвайного вагона, выпущенный в советской промышленности, вагон построен в 1927 году и эксплуатировался в качестве пассажирского до 1965 года, затем использовался как буксир на заводе. Восстановлен в качестве музейного экспоната в 1988 году. Сразу же после него идет вагон Си, годы выпуска 1930 по 1933, количество мест для сидения 18 и в 2018-19 году на Сокольническом вагонно-ремонтно-строительном заводе Мосгортранса воссоздан прицепной вагон Си, Сокольнический. Данный вагон был спроектирован и строился на Сокольническом вагонно-ремонтно-строительном заводе Мосгортранса в 1930-е годы, как дополнение к моторным вагонам разного типа. После него идет трамвайный вагон Коломенский, моторный, год выпуска 1926 по 1935, год эксплуатации в Москве 1926 по 1974, конструкция кузова деревянный, вместительность 27 мест для сидения и скорость 40 км в час. Вагон выпущен Коломенским заводом в 1930 году, эксплуатировался в качестве пассажирского до 1970 года, затем в 1986 году использовался в качестве буксира путиизмерительного вагона. Восстановлен как исторический экспонат в 1987 году и снимался во многих известных художественных фильмах, таких как «Солнце светит всем», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Холодное лето» 1953 года и других. После него идет трамвайный вагон Коломенский прицепной, годы выпуска 1930 по 1935, годы эксплуатации с 1930 по 1952 год, конструкция кузова деревянный, вместительность 29 мест для сидения. Прицепные вагоны, несмотря на свою большую вместительность, проработали в Москве сравнительно недолго и были полностью исключены эксплуатацией в 1952 году по причине неудачной конструкции ходовых тележек. Вот такие вот виды, идем дальше, ну и сразу же появился красивый трамвайный вагон, который выпускался с 1947 по 1961 год и в годы эксплуатации в Москве были с 1948 по 1950 год. Вот конструкция кузова металлический несущий, каркас и несущая подоконная балка вместительностью до 36 человек, а скорость до 55 км в час. Обратите внимание на состояние вагонов, так хочется вам сказать, что пахнет краской. Ну и далее вагон, который был восстановлен коллективом Сокольнического вагонно-ремонтного строительного завода Сварс в 2017-2018 году. При воссоздании использовался кузов вагона 1965 года выпуска, ранее эксплуатировался в городе Тула. После него идет московский трамвайный вагон, годы выпуска 1947-61, в Москве с 1947 по 1981 год. Конструкция цельнометаллической с обшивкой из дёрг-ралли-алюминия, 39 мест для сидений, скорость 45 км в час. Вагон построен в 1948 году на авиазаводе. Тушицкий машиностроительный завод эксплуатировался в Октябрьском депо, затем имени Баумана и депо имени Русакова. Сразу же после него идет трамвайный вагон Рижского вагонно-строительного завода. Годы выпуска 1960-1966 год, годы эксплуатации в Москве с 1960 по 1966 год. Рижский вагонно-строительный завод-изготовитель. Конструкция кузова цельнометаллической с обшивкой из дёрг-ралли-алюминия. Вместительность 36 мест для сидений, скорость 50 км в час. Ну а сразу же после него идет трамвайный вагон Татра Т-2. Года выпуска 1958 по 1963 год. Годы эксплуатации в Москве с 1959 по 1981 год. Изготовитель завод ЧКД Прага, Чехословакия. Конструкция кузова цельнометаллической. Вместительность 36 мест для сидений, скорость 65 км в час. Вагон построен в 1960 году. Эксплуатировался с пассажирами в депо имени Апакова. После списания в 1975 году длительное время использовался в депо в качестве склада. И восстановлен как музейный экспонат в 1999 году. Мы с вами идем дальше. И нас встречает Татра Т-3. Это трамвайный вагон с двухдверным исполнением. Это годы выпуска 1963 по 1978 год. Годы эксплуатации в Москве с 1963 по 1996. Изготовитель завод ЧКД Прага, Чехословакия. Конструкция кузова цельнометаллической. С отдельными элементами из стеклопластика. Вместимость 110 пассажир. 38 мест из них для сидений. И скорость 65 км в час. Вагон восстановлен на трамвайно-ремонтном заводе в качестве музейного в 2009 году. С использованием другого кузова постройки 1971 года. И эксплуатировался с пассажирами в Октябрьском депо. А после списания в 1988 году использовался в депо в качестве склада. Текущий внешний вид вагона соответствует вагонам Татра Т-3 первого выпуска. Переводу второй половине 60-х годов. Но сразу после него идет тоже Татра Т-3. Только уже в трехдверном исполнении. Завод-изготовитель Чехословакия. Годы выпуска 1962 по 1989 год. Вместимость уже 122 пассажира. Ну а количество мест для сидений 26. Максимальная скорость данного вагона 65 км в час. И с 1978 года в Москву начали поступать вагоны Татра Т-3 с тремя дверными вместо двух. Вагон был построен в 1987 году. Он перевозил пассажиров до 2009 года на маршрутах Октябрьского трамвайного депо и депо имени Баумана. Потом использовался в качестве служебного вагона. Восстановлен в 2019 году на трамвайно-ремонтном заводе Мосгортранс. Вид вагона соответствует началу 1990-х годов. И сразу же после него нас приветствует современный трамвай модификации 71-911 ЕМ. В простонародье Львенок. Изготовитель ПК-транспортной системы. Количество мест для сидений 34. И Львенок полностью низкопольный четырехосный трамвай с новым дизайном. Применением новых конструкций, узлов и агрегатов, энергоэффективностью. А также трамвай оборудован системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигации. Он приспособлен для проезда маломобильных граждан. Важной особенностью моделью Льв является особая унифицированная конструкция трамвайной тележки. Благодаря которой движение становится более комфортным для пассажиров и незаметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий. Львенка мы с вами увидели, но а льва увидим чуть позже. Сразу же после него мы подошли к Татре Т6Б5. Годы выпуска 1983 по 2007 год. Годы эксплуатации в Москве 1984 по 2006 год. Изготовитель Чехословакия. Конструкция кузова цельнометаллический. И вместимость 40 мест для сидения. Скорость 65 км в час. И вагоны Татра эксплуатировались в Краснопресненском Днелюпо в количестве двух единиц. Вагон является прототипом вагонов серии Т6Б5. И он был передан в музей в 2006 году. Сразу же после него мы отправимся к трамвайному вагону Татра Т7Б5. Немножечко заглянем в салон. Вот в таком все прекрасном виде. Ну и перейдем сразу к Татре очередной. Естественно, изготовитель завод Прага. Годы выпуска 1988 по 1993. Годы эксплуатации в Москве 1990 по 2010 год. Прекрасный салон. Скорость 65 км в час. Вместимость 40 мест для сидения. И вагоны Татра эксплуатировались в Москве в Краснопресненском Днепо в количестве шести единиц. Оборудован системой управления. Вагон эксплуатировался с пассажирами до 2009 года. А после окончания эксплуатации был передан в музейную коллекцию. Состояние отличное. Прям можно запускать смело на линию. Ну и давайте перейдем дальше. Сначала посмотрим на панорамный вид. И вот такой нас встречает циклоп. Это трамвайный вагон 71-135. Года выпуска 2001. Годы эксплуатации в Москве с 2002 по 2014 год. Изготовитель Петербургский трамвайно-механический завод. Конструкция кузова цельнометаллической. Вместимость 22 места для сидения. Скорость 70 км в час. Вагон был разработан с уменьшительными габаритами. Аналогично вагону Татара Т-3. И оригинальным внешним дизайном. Специально по заказу Москвы. Был построен в единственном экземпляре. Оборудован системой управления. С синхронными тяговыми двигателями. Вагон эксплуатировался с пассажирами в Краснопресненском депо. До 2014 года. После чего был передан музей. Давайте с вами перейдем к еще одному интересному вагону. Это вагон-башня. Это спецвагон. Который был построен на базе моторного трамвайного вагона F. Годы выпуска у него 1946. Эксплуатация в Москве была с 1946 по 2003 год. Изготовитель завод Сварс. Конструкция кузова деревянной. Ну а скорость его была 40 км в час. Специальный вагон-башня изготовлен на заводе Сварс. Эксплуатировался в Краснопресненском депо. Первоначально в качестве вагона для обследования и ремонта контактной сети. А затем в качестве буксира и жилобочистельной техники. По окончании эксплуатировался в 2004 году. И был передан в музей. Постановлен на заводе Сварс в 2016 году. Тут же нас приветствует вагон-рельсотранспортер. Это ПТ-3. Года выпуска 1970 по 1984 год. Эксплуатировался в Москве с 1970 по 2003 год. Изготовитель завода Сварс. Конструкция кузова стальной. Скорость 40 км в час. И специализированный четырехосный трамвайный вагон был предназначен для механизированной погрузки и разгрузки трамвайных рельсов длиной до 12,5 метров. И других строительных деталей весом до 1000 кг каждая. Допустимая нагрузка до 12 тонн. Был вагон изготовлен в 1984 году и эксплуатировался в депо имени Бауна. Потом был передан в музей в 2003 году и восстановлен на трамвайно-ремонтном заводе в 2016 году. И вот такая нас приветствует нестандартная форма уборочной техники. Вот такой вот необычный конструктив. Необычные виды. Погода позволила рассмотреть какие-то детали. Я думаю, что вы что-то для себя интересное увидели. Еще раз, некоторые виды со стороны на те вагоны, которые мы уже с вами посмотрели. Вот так вот выглядят они со стороны. Еще раз обратите внимание на состояние вагонов. В какой прекрасной форме они все находятся. Все боевые поедут своим ходом. Ну и конечно же мы это чуть позже увидим. Уже на Чистопрудном бульваре. И в завершении нашего обзора давайте перейдем к новому трамвайному вагону 71934. Который вы как раз видите. Это инновационный трамвайный вагон Лев. Тот самый длинный, самый вместительный, трехсекционный и двухсторонний трамвайный вагон. В основе новой машины уникальная низкопольная поворотная эластичная тележка собственной разработки от производства. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров. В трамвае предусмотрено большое количество удобных сидений. Система климат-контроля. Информационный экрана, современный дизайн и значительное снижение шумовой нагрузки совершенствует взаимодействие трамвая с городской средой. Лев это современный, энергоэффективный, экологичный и элегантный городской трамвайный вагон нового поколения. Количество мест для сидений 70. Пассажировмещаемость 265-382 человека. Ну и давайте с вами перейдем на Чистопрудный бульвар и еще раз посмотрим на все то, что мы с вами видели уже в движении. Приятного вам просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще один! Еще! Еще один! Еще один Еще один Еще один Ну что же, рыбакой? Сколько часов? Пока не пойдем назад Хорошо, пойдем Сейчас остановимся А вот желтый 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 Еще один Еще один Давай 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 А вон зеленый У тебя же обоих Еда Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok